Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Если после расставания парень эмоционально реагирует на бывшую девушку, значит он к ней еще испытывает чувства. Она ему написала после расставания, через месяц примерно, вполне без обидной вещи, очень вежливо, но он ответил ей в ту же секунду, как будто ждал, пока она напишет. При этом человек никогда никому не отвечает сразу, он увидит сообщение, ответит спустя какое-то время, а бы прямо сразу написал, бросил все свои дела. Меня это смутило, что он и сказал, что ему пофиг на нее, но видно, как его прям трясло от злости. Он ответил ей очень эмоционально, немного агрессивно, такое чувство, будто он обижен на нее, хотя расставание прошло уже пару месяцев. Почему у него такая реакция? Затем она пригласила его на встречу, сказав, что просто хочет остаться с ним в добрых отношениях, без негатива друг к другу. Он не ответил ей и вроде бы заигнорил, но он не сказал нет, он просто промолчал. У меня внутри возникло чувство, что он не принял решение о том, прийти ли на встречу. Он как будто бы взял время подумать, и есть такое чувство, что позже он согласится и поедет к ней. Возможно, это все мои догадки и страхи. Сам по себе он спокойный парень, домашний, не особо эмоциональный, но тут у него такие бурные реакции на бывшую. Хочу понять, значит ли это, что она ему еще нравится, и у него к ней есть чувство, стоит ли вступать в отношениях с мужчиной, который еще не остыл к своей бывшей девушке. Я думаю, что стоит или не стоит решать вам, я думаю, что на этот вопрос ответить нельзя. Я, однозначно, потому что это ваше решение, это ваша жизнь, и вам решать, как вы будете ее распоряжаться, так или иначе. Я думаю, что, конечно, чувства какие-то у него к девочке остались, потому что расставание – это всегда неприятно. Расставание – это всегда болезненно, это всегда травма, и это абсолютно нормально, что он как-то вот так, ну, бурно, если угодно, реагирует на человека, который, ну, вот, для него что-то значит. Кроме того, кроме того, кроме того, на мой взгляд, прошло мало времени, то есть, ну, два метода для такого, ну, для таких переживаний, для таких чувств – это ничто совершенно. То есть, это очень мало, и совершенно нормально, что человек не остыл еще, совершенно нормально, что человек испытывает какие-то эмоции, вот. Вопрос заключается в том, что это за эмоции, вполне не обязательно, что это эмоции хорошие, как вам и сказал мой коллега, вот. Здесь нужно спросить молодого человека, собственно, из-за чего они расстались, вот. Но, в целом, вы, вы, конечно, торопитесь. То есть, полгода где-то какие-то чувства будут вызываться. Многое еще зависит от длительности отношений, то есть, сколько они были в отношениях. То, что вы выбрали себе человека, такого вот, как вы говорите, домашнего, да, говорит о вашей тенденции к тому, чтобы себя защитить. То есть, вы хотите себя защитить. Понимаете, какая штука? Вот. Вы пытаетесь себя защитить, выбирая такого человека, человека, который домашний, то есть, вы пытаетесь обрести стабильность. Вот. Это первый. В этом направлении, это надо обсудить, да. Вот именно ваш выбор молодого человека, с чем он связан. Второй момент заключается в том, что у вас есть проблема с самооценкой. С ощущением того, что вы ценны и важны. То есть, вас это задевает. Очевидно. С этим тоже нужно поработать. Ну и страх, о котором вы пишете. Что это за страх? Что он из себя представляет? Этот, ну, этот страх. Как он выглядит, этот страх? Попробуйте его предметить. Вот. В целом, очень похоже на попытку контроля, с учетом того, что вам почему-то известно о том, кто пишет парню и как он отвечает. То есть, есть ощущение, что, как и сказал мой коллега Кутрущев Игорь Леонидович, вы нарушаете личное пространство мужчины. Что не является, опять же, на мой взгляд, приемлемым. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если парень считает, что он не остыл к бывшей девушке, это проблема, он может обратиться к психологу, мы ему поможем. Буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго.